Татьяна Петросяна. Записка. Записка имела самый безобидный вид. В ней, по всем джентльменским законам, должна была обнаружиться чернейная рожа и дружеское пояснение. Сидоров козел. Так что Сидоров, не заподозрив худого, мгновенно развернул послание и остолбенел. Внутри крупным красивым почерком было написано «Сидор, я тебя люблю!» В округлости почерка Сидорову почудилось издевательство. Кто же ему такое написал? Прищурившись, он обледил глаз. Автор записки должен был непременно обнаружить себя. Но на сей раз враги Сидорова как-то не ухмылялись злорадно. Вот так они ухмылялись, но на сей раз нет. Зато Сидоров сразу заметил, что на него не мигая, глядит воробьёва. Не просто так глядит, а со значением. Сомнений не было. Записку писала она. Но тогда выходит, что Воробьёва его любит? И тут мысль Сидорова зашла в тупик. И забилась беспомощно, как муха в стакане. Что значит любит? Какие последствия это повлечёт? И как теперь Сидорову быть? Будем рассуждать логически. Рассуждал Сидоров логически. Что, к примеру, люблю я? Груши. Люблю? Значит, всегда хочу съесть. Тут воробьёва снова обернулась к нему. Сидоров окоченел. Ему бросились глаза. Её давно не срижены. Ну да, настоящие когти. Почему-то вспомнилось, как Воробьёва жадно догрызала в бюфете куриную костлявую ногу. Надо взять себя в руки. Взял себя в руки Сидоров. Руки оказались грязными. Но Сидоров игнорировал мелочи. Ещё я люблю родителей. Но даже и не может быть и речи о том, чтобы их съесть. Мама печёт сладкие пирожки. А папа часто носит меня на шее. А я их за это и люблю. Тут Воробьёва снова обернулась к нему. И Сидоров подумал, что придётся ему теперь день деньской печь для неё сладкие пирожки и носить её в школу на шее. Тут он пригляделся и обнаружил, что Воробьёва не худенькая. И носить её будет, пожалуй, нелегко. Ещё не всё потеряно. Не сдавался Сидоров. Ещё я люблю нашу собаку Бобика. Особенно, когда дорисирую её его или вывожу гулять. Тут Сидорову стало плохо при одной мысли о том, что Воробьёва заставит его прыгать за каждым пирожком или выведет на прогулку, крепко держась поводок и не давая уклоняться ни вправо, ни влево. Ещё я люблю кошку-мурку. Особенно, когда дуешь ей прямо в ухо. В очаге соображал Сидоров. Нет, это не то. Ну, мух люблю ловить и сажать в стакан. Но это уж слишком. Люблю игрушки, которые можно сломать и посмотреть, что внутри. От последней мысли Сидорову стало нехорошо. Спасение было только в одном. Он торопливо вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твёрдым почерком вывел грозные слова. Воробьёва, я тебя тоже люблю. Пусть ей станет страшно.